Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я остался с девочкой 4 месяца назад, с этого момента общаться не переставали, но разъехали. С этого момента никаких контактов с девушками не было, она ходила по клубам и ходит каждую неделю. Моментами плакала, сговорила, любит. У меня же есть зависимость, любовная к ней, что мне делать дальше вообще? Я не тридцать, ей двадцать пять. Сложно отпустить, постоянно прохручиваю мысли, как она с другими, на буднях, мы периодически видимся, в выходные она тусуется, не видимся. Ну, во-первых, то, что вы с девушкой расстались, является совершенно очевидно для вас травмой. Вот, травма расставания у вас имеет место быть, и, на мой взгляд, вот эту вот травму вы, ну, как-то вот до сих пор, да, не прожили еще. И, в общем и целом, я думаю, что вот та болезненность, которая появилась, когда вы с девушкой расстались, да, она вот, собственно говоря, никуда пока что не ушла и никуда не исчезла. Соответственно, ее нужно прожить, да, вот, ну, что называется, отболеть вот этот момент ваш, вот, после чего, я думаю, конечно, будет легче, вот, и вы уже сможете более, так сказать, здраво смотреть на ситуацию, да, здраво смотреть на то, что происходит, в том числе, в общем, ну, в общем, в общем, ну, в том числе с вами. Вот, это первое, на что хотел бы обратить ваше внимание. Второе, конечно, это то, что у вас любовная зависимость к ней, что вы имеете в виду. Очевидно, что здесь в той или иной степени мы говорим про, вот, какую-то вашу потребность, да, вот, соответственно, хотелось бы несколько, вот, ну, понять, да, что это за потребность, как вы, в чем вы нуждаетесь, вот, что пытаетесь, ну, компенсировать в себе через нее и так далее. Немаловажным моментом является причина, вот, то есть, ну, причина, причина, из-за чего вы расстались с девушкой, вот, это довольно важное значение имеет, вот, потому что, ну, в этом могут быть заключены, так скажем, некие, некие ваши мотивы, да, ну, ваши собственные мотивы могут быть заключены и, соответственно, нужно это поисследовать. Также необходимо поисследовать то, вот, то, что вы говорите, значит, постоянно бракную мысль, как она с другими, да, это вот то, что вы восприняли расставание на свой счет, то есть, негативно, это первое, второе, это то, как вы воспринимали и воспринимаете, вероятно, девушку до сих пор, вот, да, то есть, то есть, ну, что она для вас, кто она для вас, как вы видите ее и так далее, вот, здесь также имеет место быть противоречие, вот, противоречие согласно, ну, связано с тем, что, что вы вроде как, значит, простались, вы пишите, что я расстался, ну, с девушками я с виду, да, вот, а пишите, что они можете отпустить, так, кто расстался, кто и с кем расстался, вы расстались с девушкой или она с вами, это, на самом деле, не одно и то же, вот, то есть, это, ну, вообще, разные, разные вещи, вот, и, ну, разные, разные отношения, вот, разное восприятие, ага, вот, и, погнали, и с этим, на мой взгляд, а, необходимо, эм, тоже, тоже работать, вот, то есть, для начала, для начала нужно просто поисследовать, а, все то, что вам сейчас происходит, понять, эм, что конкретно происходит, и дальше уже, выносить коррективы, на этом все, я надеюсь, что, вам это было интересно, и полезно, эм, я хочу, ну, пожелать, вам, эм, всего самого доброго, удачи, вот, обращайтесь, пожалуйста, за помощью, вам она пригодится, удачи. Спасибо.